всем доброго дня на канале мастер css на связи серега спасибо за лайки подписывайтесь на мой канал и в этом уроке мы сделаем вот такую интересную штуку сделаем блок при наведении он будет у нас вот так вот переворачивается смотрится красиво без скриптов все на css третьем однако это больше урок на будущее потому что сейчас браузер и е он плохо работает со свойствами 3d трансформации и там будут свои глюки поэтому будет просто интересная практика в будущем можно уже будет все это применять и так двигаемся во первых я у себя на рабочем столе создал папочку под названием t3d в этой папке разместил небольшую картинку на всякий случай я оставлю на ее ссылочку в описании под этим видео однако помните что вы можете использовать любую свою графику теперь пожалуйста откройте папочку t3d в редакторе мне уже должна быть картинка какая-то здесь мы создаем новый файл индекс .html и затем еще один файл под названием style.css теперь давайте разделим экран на двое чтобы у нас с одной стороны был файл индекс а файл стиль из другой сначала заведем базовый код для нашего файла индекс .html здесь пропишем 3d трансформ здесь пропишем ru и сразу же давайте подключим файл стилей clink.tile.css теперь давайте зададим простенькую структуру для нашего переворачивающегося блока сначала создадим блок t3d в котором будет все происходить затем создаем блок с классом rotate и вот этот блок у будет сам по себе уже переворачиваться внутри него у нас будет идти картинка ниже под самой картинка у нас будет еще эти один блок текст внутри которого будет блок pd то есть там будут паддинги и здесь будет идти абзац хлором 3 плюс абзац в котором будет лор 27 давайте мы сохранимся посмотрим что у нас тут получилось замечательно теперь давайте перейдем к стилям и немножко здесь похимичим во первых для body мы тут уберем отступы поля затем шрифт пропишем к 1 е м слэш 2 е м санс шериф потом бэкграунд решетка е-е-е-е свет шрифта давайте сделаем 3d 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 . запятой сохраняемся смотрим видим все применилось теперь давайте ужмем размер так для самого блока . t3d задаем сейчас ширину with 300 пикселей потом высоту давайте мы зададим 400 пикселей теперь так margin 50 пикселей и auto сохранимся смотрим видим все отлично работает теперь давайте мы наш текст поместим сюда повыше то есть чтобы он был на самой картинке поэтому для блока rotate мы задаем следующий параметр это position relative затем для блока . текст position absolute и топ 0 и left 0 так и у нас должен текст стать на нашем роботе видим все работает так и здесь для блока pds мы зададим паддинги давайте padding 20 пускай будет нам этого хватит и видим уже отступы появились а сейчас давайте мы зададим общие стиль для картинки для блока текстом и заодно зададим границу чтобы это все красивее смотрелось и м же запятая блок текст границу зададим border 4 пикселя дабл и решетка ccc with 300 хейтс 400 сохраняемся смотрим все отлично граница видите у нас появилась и давайте мы еще зададим background bg решетка ff . запятой сохраняемся видим у нас уже все появилось теперь осталось сделать функцию чтобы при наведении переворачивалась первую очередь у нас будет ворочаться блок ротейт поэтому ему давайте мы пропишем трансформ стайл преверс 3d то есть мы включили функцию 3d дальше давайте выше для блока т 3d двоеточие хавер пропишем и получается когда мы наводим мышку на блок т 3d то наш блок ротейт он будет уже переворачиваться то есть мы меняем трансформ ротейт игрек 180 дек сохраняемся смотрим видим при наведении уже у нас все немножко по-другому так чтобы у нас было более плавно заметно как все переворачивается давайте мы для блока ротейт вот здесь пропишем свойства транзишен так транзишен 0.5 с то есть за пол секунды будет все это проводиться и смотрим видите вот так все идет переворачивается однако смотрите что оно переворачивается как бы плоско да несмотря на то что мы включили режим 3d все потому что мы не указали перспективу и например перспективу надо указывать для родителя именно для этого мы завели блок т 3d давайте мы для него пропишем перспектив давайте вот так смотрите 200 пикселей будет смотреться ужасно однако вы поймете какую роль играть перспектива так смотрим 200 пикселей бах видите как он переворачиваться начал да то есть мы очень близко как бы находимся к блоку и он нам чуть ли не по фейсу дает так поэтому давайте перспективу сейчас поставим нормальную в 1000 пикселей например и смотрите опа уже смотрится все намного лучше осталось сделать так чтобы у нас начала отображаться наша картинка поэтому давайте мы для нашего блока пропишем следующие текст и здесь напишем свойство backface visibility hidden то есть когда текст будет перевернут он будет просто напросто не отображаться и смотрите бах и у нас уже отображается картинка однако если вы внимательно посмотрите и увидите что наша картинка она отображается в другую сторону то есть например когда это будут надписи идти там сразу будет видно что что-то не так здесь надписи нету только 0 1 видим поэтому смотрится принципе нормально однако согласитесь это не так так поэтому что мы делаем мы для нашего блока и мж точнее для нашей картинки прописываем тот же самый ротейт давайте мы его вот так то есть мы ее изначально сделаем уже перевернуты таким образом она будет уже нормально смотреться давайте оп так что то у меня тут начало глючить и не по детски сейчас мы это поправим так трансформ 3d давайте мы тут тоже напишем backface visibility hidden просто я это уберу так отсюда и добавлю сюда и теперь у нас должно все нормально работать то есть для обоих блоков пропишем щелк и видите вот сейчас все отлично работает ну и сейчас последний момент это как сделать чтобы сначала отображалась картинка а потом текст да тут в принципе все очень легко смотрите у нас есть свойство transformation rotate да давайте мы его уберем у картинки кстати тут давайте я добавлю vertical line middle пускай будет меньше отступов и добавим это свойство вот сюда то есть теперь у нас перевернут текст а помню что у нас есть свойство backface visibility и hidden это значит что когда объект перевернут он будет скрываться и теперь смотрите мы на у нас появляется картинка мы наводим на ее мышкой и у нас сразу появляется текст итак друзья надеюсь урок вам понравился на связи с вами был серёга ставьте лайки этому видео подписывайтесь на мой канал и до встречи в следующих занятиях помните чем больше ваша активность тем больше у меня желание записывать для вас новые интересные видео подписывайтесь на мой канал и до встречи в следующих видео